Добрый день всем! Это студия игрокам ТВ, у микрофона от рук, и у нас Тим Малайзия против Invictus Gaming. Малазийцы превзошли, по-моему, все ожидания вообще от своего клуба и комьюнити, да и сами, наверное, ну, себе-то они цену, конечно, знали, но... Маленькая сенсация уже произошла. Малазийцы идут по верхней сетке, Invictus Gaming сейчас, на данный момент, против них, а до этого малазийцам пришлось секретов отправить в Нижнюю, а там в Нижние секреты свалились от Alliance. Поэтому, фактически, падение команды Secret началось у нас с коллектива Малайзия, и честь им и хвала, это на самом деле было здорово. Ну что, приветствую вас, и давайте перейдем непосредственно к матчу. Малазийцы забрали себе Тролль Варлорда, Спирит Брейкера, Леона и Феникса. По пику Спирит, скорее всего, отправится в сложную, и я думаю, что Феникс будет его саппортить. Леон Тролль Варлорд это вторая дабла, которая будет стоять на легкой линии. Ну и медлайн для Кецакомбы, по-моему, еще не пикнут. Кецакомба вообще чудеса творит, и на самом деле, как бы не открытием стать данного сезона, Дота сезона. Не только Старладера, да и вообще во всех турнирах малазийцы показывают себя на ура. Да, они участвуют по Азии, не самый сильный дивизион. Это даже не Китай, не даже не Китай, это совсем не Китай. То есть это даже не Европа, не Америка. Азиатская Дота не самая сильная, если мы исключаем такую страну, как Китай. Вот, и малазийцы там, в принципе, равных себе не знают. Два последних крупных турнира они выиграли, без шансов. Для оппонентов абсолютно практически все матчи со счетом 2-0. Ну и здесь, на мировой сцене теперь, в рамках Стар-серии 12-го сезона Лан-финала, показывают, что они чего-то да все-таки стоят. Инвиктус Гейминг. Взяли Вич Доктора, Шейкера, Тренд Протектора и Снайпера. Вот Инвиктус Гейминг идут по простой объезженной схеме. Снайпер, скорее всего, пойдет на Мид Лейн. Тренд Протектор вполне может отправиться в сложную, но могут и Шейкер отправить в сложную. Хотя и фармить, ну не знаю, Тренд Протектор вряд ли будет здесь, в принципе, фармящим. Ну, посмотрим по последнему пику. Надо какой-то хороший керри, прям который заменит двоих керри. Ну, именно таким керри является Медуза. Кроме Медузы есть Фантом Лансер, который тоже может делать очень серьезную игру. Или все-таки это может быть Войт от команды Инвиктус Гейминг. Есть Вич Доктор. Почему бы старую добрую комбинацию Войт плюс Вич Доктор не использовать, не знаю. В любом случае, 29 дополнительного, 10 основного секунд для команды Инвиктус Гейминг. Луна. Теперь, в принципе, ну то же самое, да, что и Медуза. На самом деле, бить больно, бить по всем, бить постоянно и практически не умирать. Потому что отъедается Луна очень сильно. За счет огромного дэмэджа сплэш творит чудеса с каждым из игроков оппонента. Ну, посмотрим, как пойдет. Опять же, зависимо от артефактов данный герой, я не думаю, что малазийцы все будут подставляться под Эклипс. Это было бы немножко нелепо в ландфинале такого крупного турнира. Не доконтролить персонажей и сливаться от ульты Луны. Поэтому, в любом случае, игра, скорее всего, затянется в лейт. Инвиктус Гейминг будут, я думаю, все для этого делать. Лейт явно за ними. Во-первых, Снайпер. Во-вторых, Луна. Здесь, кроме Тролль Варлорда и ВРки, на котором играет Кецик Эмба, особо так серьезного дэмэджа в лейте не будет. Спирит Брейкер от Охайо, правда, тоже немного настораживает меня. Есть вероятность, что Охайо опять у нас будет сжечь в прошлом матче против Сикрит. Охайо вытащил две катки подряд. И даже ту, которую проиграли, Охайо, ну, блистал на самом деле. Там на Бристлбеке, по-моему, он играл против Сикритов. И если бы не он, то Сикриты минут за 30 точно справились бы с соперником. А так пришлось потягаться в течение минут 50 с копейками, по-моему. Охайо отправляется на сложную. И вместе с ним идет Судаке Цикэмба и Джонни на Фениксе. Но это просто на подсейв. Стоять здесь Спирит Брейкер будет в соло. Как мне кажется, максимум Джонни. Ну, Джонни нет, не в соло, да. Я уже озвучил, что Джонни, скорее всего, будет саппортить у нас Бристана сложной. Понятное дело, что в ВР-ке здесь не будет. Ей самое место на мидлейне. Муши будет у нас саппортить Кухун на тролль Варлорде. Тролль уже отправляется в сложную. В легкую, точнее, линию. Отправляется на топ-лейн. Сложной против него будет Кси стоять на Шейкере. Ну, пожалуй, что так. Феррари на снайпере, скорее всего, осядет на мидлейне. Луна для Бёрнинга отправится в триплу фармить. Пока что Луна и Чуань на Вич Докторе, да и Фейт на Тренд Протекторе. С Кси просто гуляющие герои по карте. Никто еще никуда не перемещался, но команды думают, куда, где, кого поставить. Против Ухаю в соло... Не в соло, точнее, против Ухаю триплой можно было бы постоять смело. Так, Кухун у нас поймал стану Чуаня. Каски у нас не полетели на Муши. Ну и Бёрнинг. Давит, давит, давит. Есть, в принципе, дэмэдж. Но Кухун здесь 100% уходит. Семечку Фейт прокачал, а вот Муши можно и поймать. Семечка пошла по Муши. Бёрнинг по нему. Все, Муши пошел отдаваться нейтралам. Раскастовали. Раздамажили. Муши умирает у нас на Феосблат. И команда IG ставит триплу в сложную. Фейт здесь будет саппортить Бёрнинга Чуань на Вич Докторе тоже здесь. И бедный здесь Кухун вместе с Леоном. Муши умер раз, Муши умрет еще раз. Муши мягкий. Бёрнинг как только прокачает Люсенбим хотя бы в один. Там, в принципе, ничего, по большому счету, от Леона и не останется. Два Люсенбима, два удара с руки. Это вообще программа максимум, которую может у нас выдержать Леон на ранних лавалах. Но будем смотреть. Кси стоит в итоге в легкой линии, но стоит в соло. Против Даблы Охайо здесь должен фармить без проблем. Кси сложности ему не создает. Ну и Джонни, разумеется, тоже будет напрягать Кси. У Бёрнинга 5 на 2 на данный момент. У Тролль Варлорда против Бёрнинга 2 на 0. Кухун тут не свободен вообще в возможности фармить. Поэтому и такой дичайший плохой Крипстат. Вот вторая минута у нас близко подходит к концу. Куху кое-как кого-то добивает. Бёрнинг уже у нас под Т1. Луна может себе позволить быть агрессивной, потому что недалеко есть Фейт, который в любой момент подхилит. Да и тот же Лич Сид от Ренд Протектора свое дело сделает. Подхил будет по всем сразу. Поэтому Луна может размен по ХП идти смело. Не проблема у Фейта второй левел, есть Ливенг Армор. Поэтому либо Луна, либо Феррари, кто-то будет в безопасности, как только это потребуется от Ренд Протектора. На данный момент IG выигрывают по голде 500, по Экспириенсу, при этом проигрывают Малазийцам. Выигрывают по голде благодаря Фёстблад, который сделали IG. Ну а формят относительно одинаково команды. Чуань под хостой за Джонни. У Джонни есть Икарус Дайв, но тратить ли его сейчас или подождать, Джонни должен улетать отсюда, потому что в скором времени Джонни отвалится. Спирит Брейкер на Чуанни. Вот теперь Джонни может, кстати, и проюзать уже Икарус Дайв. Да, Икарус Дайв Чуани. Ну и на тебе фессуру, Джонни. Джонни отправляется в Тове. Мув просто нелепейший. Команда Малайзия решила подслиться немножко, и это прекрасно получилось. То есть зачем Джонни влетал под Даблу Шейкер плюс Чуань, у меня даже не вопрос, вопрос риторический. Понятное дело, что незачем было туда лететь. Может хотел подсейвить Охайо, может хотел и имел вида на Чуаня. Надамажить его и убить. Ну, по факту это было невозможно. Фессура у Шейкера была, об этом знали прекрасно. Но Шейкер третьего левела был на тот момент, чтобы он не раскастовался в Феникса, да в жизни такого не могло бы быть. Но получилось, как получилось. Команда Малайзия проигрывает на 800 по голде. По экспириенсу IG уверенно уступает. То есть немного, но графики все время движутся вниз. Единственное, что меняет эти графики, это киллы от команды Invictus Gaming. А так Малайзия фармит посерьезнее по экспириенсу. Кси у нас ловят Охайо. Вгрызается в Шейкера, проходит баш. Ну и Шейкер скорее всего здесь умирает. Тотем для Кси. Еще один удар Охайо забирает у нас Кси и здесь под Тауэром и останется. На лоу ХП один удар у нас от Тауэра. И первый фраг для команды IG. Чуань забирает этот фраг и делит пополам его с Шейкером. Но в любом случае первое убийство IG, первое убийство игрок сделали игроки команды Малайзия. Это уже для них плюс. То, что Охайо потом развалился по Тауэрам, так и должно было быть. Но то, что они не 3-0 горят, это безусловно плюс для коллектива Малайзия. В эрках с ДД куда-то бы стянулось. Было бы вообще не лишним. Бернинг у нас сыпется от Куху. Еще один удар, Куху разваливает Бернинга. 3-2 становится счет. Ну и Мансид в кустах здесь тролль Варлорд. Риллинг Аксис откатились. Фиссуру ловит Куху. Тотем, промах. Это все те же Риллин Аксис. Ну и Муши ничем помочь своему тиммейту не может. Подкоп только откатился. 4-2. В итоге потеряли мейнкерри игроки команды Малайзия. Точнее Куху умирает первый раз. 1 килл, 1 смерть. 4-2 счет. 5 минут сыграно по золоту. IG выигрывает 800 по экспириенсу. В ноль по-прежнему. По-прежнему все очень и очень ровно. Кецекомбан на мидлейне. У него уже есть нул талисман, бутсов спид, боттл. Против него Феррари. У Феррари никакого боттла нет и не будет. До фейсбутсов все уже в принципе. До фейсбутсов осталась дорога курьера до мидлейна. Имморталовский золотой дум. Такой курьер у команды IG. Могут себе позволить. У малазийцев Бэйби Рошан и обычный, обычный Бэйби Рошан. Тоже неплохо на самом деле. Фейсбутсы уже прилетают снайперу. Ну что, трипла вроде должна агрессивничать. Но агрессия от команды IG выливается и в фраге со стороны команды Малайзия. Поэтому сильно здесь быковать смысла никакого нет. Если так дальше будет продолжаться, то Малайзийцы просто-напросто перевернут игру с ног на голову. И IG в роли будут догоняющих. Им это вообще ни к чему. Им надо фармить, им надо идти в лейт. Если можно позволить ситуацию не превращать в терпение на протяжении 40 минут, то я думаю IG должны об этом задуматься и именно этим и заняться. Кси на легкой линии. Ставили его пока что на фрифарме. Ухай уже близко. Но милишник против милишника не критично на самом деле. Шейкеру ничего здесь не угрожает, пока Джонни нет рядом с Шейкером. Пока Джонни нет рядом с Охайом. Я не понял, Курьер, я так понимаю, байтит или нет? Курьер отправляет в секрет шоп у нас. Кси. Курьер тпшки носит для Кси. В принципе контролить Курьера для команды такого уровня не проблема. Да и забрать его нечем было. Феникс был далеко отсюда. Летать по кустам за Золотым Думом. Вряд ли стал бы Джонни. В это время Джонни где, кстати? Джонни у нас отправляется в собственный лес. Поближе к Куху. А Муши отправляется на нижний лайн. Или во вражеские леса. Тут уже такой вопрос. Есть у него ворды. Возможно будет просто блочить один из спотов. А возможно будет файтиться. Вижена для команды IG не имеется. Кси поэтому не должен знать где находятся Муши. По-моему так и есть. Да, Кси не видит где находятся Муши. Побежал у нас Охайо через фиссуру. Моментально Кси ловит Охайо. Никуда он у нас не денется. В это время Ви-Джи Доктор забирает ВР-ку на мидлейне. И все. Джонни оказался бесполезный. И Кси тоже ловит. И малазийцы делают счет 5-3. Потеряли Кецы Кэмбу. Забрали в это время Кси на сложной линии. По голде в плюс вышли IG все равно. По экспириенсу тоже IG в плюсе. Бернинг все это время фармит. У него 30 на 9. Уступает он. В принципе уступает большому количеству людей. 32 на 4 у Охайо. 32 на 9 у Кецы Кэмбы. Бернинг. Ну где-то делит 2-3 место. И IG вывели в топ Феррари на снайпере. Пока что по фарму. Первое место почти 40 крипов. Ну это в принципе не критично. Одна-две пачки. Как пойдет. Пока отвлекались на замесы. Пока дрались. Пока умирали в случае с Бернингом. Где-то и теряются эти фраги. По идее Бернинг на луне вообще ни одного не должен пропускать. Но опять же одна смерть. Пока ты на базу отправишься. Пока притэпешишься на линию. Или вообще ужас. Пешком придется идти. Теряется некоторое время. Некоторое денежное преимущество. 9 минут сыграно. По голде IG. 800 выигрывает у своих оппонентов. По экспириенсу. Малазийцев по-прежнему впереди. 400. И даже непонятна мне ситуация. Игра продолжается. Формит вся команда IG практически. И при этом по экспе малазийцы все равно уверенно двигают графики в собственную сторону. От 0 вниз, вниз и вниз. Ухайо скорее всего забирает здесь тауэр на нижнем лайне для спиритбрейкера. Падает башня. По деньгам Ухайо. Ухайо в топе. 3.800 для него. Опять то, о чем я говорю. В команде Малайзия на самом деле очень серьезный кадровый состав. Ухайо чудеса просто творит на своих персонажах. И Кецакэмбанами. Медлэйни тоже внушает доверие. Голосование на официальной странице турнира было. И Кецакэмбан набрал максимальное количество голосов. Это говорит о том, что замечается это не только комментаторами, аналитиками или кем-то еще. Замечается это и обычным комьюнити. Видно. Видно просто. Когда в команде хороший мидер и мид выигрывается в большинстве случаев, это отражается на всю игру. Ну, здесь против Феррари, конечно, не так просто стоять вверх. Еще и Феррари на Снайпере. Это вообще проблема. Ну что, полетели каски от Чуаня. Застопили здесь Кецакэмбу. Выживает он после ульта. Ну и Маледик на нем висит. Не жалеет Дезвард Чуань. Снайпер забирает еще один фраг для команды Айджи. Это первое убийство от Феррари. Есть один ассист, один килл и 6-3. Айджи, наконец-то, по экспе должны в ноль хотя бы выйти. По голде они полторы тысячи уже выигрывают. 10 минут, 30 секунд сыграно. На Т1 выходят Айджи. Они здесь в пятером. Можно, в принципе, себе позволить. Чуань выхиливает всех. Фейт выхиливает всех, кого Чуань там не дохилил. Муши отсюда уходят. Ложная фиссура от Кси. Машинка есть. Можно и потанковать. Т1, в принципе, на 11-й минуте может и посыпаться. Не проблема. Фейт танкует. Ну, сейчас будет Ливинг Армор, поэтому не страшно вообще тот дэмэдж, который наносит у нас. Т1 минус мид лейн для команды Айджи. Молодец, теряют Т1 по миду. Уже теряют Т1 на топ лейне. Правда, забрали Т1 со стороны Инвиктус Гейминг на нижнем лайне. Кси через Эхо Слэм фармит крипов. Очень хочет Даггер Кси. Не хочет тратить много времени. Ну, на то, в принципе, есть все основания. Очень веские. Шейкер без Даггера не персонаж. Так что Кси... Эхо Слэм, не Эхо Слэм. Где еще его использовать? Подойти где-то, дать Эхо Слэм в толпу Шейкеру просто-напросто не дадут. Есть Охайо, есть Кецакэмба, который близко даже к Шейкеру не подойдет. Поэтому где-то стать в пятером, в четвером подрассказ тот Шейкера, но я вас умоляю. Тренд протектор. С аркан бутсами и 900 по голде для фейта на руках имеется. У снайпера есть Сенш уже, есть фейс бутсы, есть рейсбенд. Кси насобирал себе 1250. На руке Солринг, транквил бутсы. Осталось 1000 голды до Даггера. У Луны есть 200. Ринг оф Базилус, Мэджик Уонт. Так, пошел у нас врыв в Кси. Охайо уже здесь. Разваливают через Фингеров Дес у нас Кси. Минус один делает Малайзия. Охайо повесил урну и развалили еще и тренд протектора. Нет, не тренд протектора. Убили у нас... Убили Джонни. Джонни где? Джонни здесь умирает. Умирает Джонни. Один в один пока что размен. В пользу команды Малайзия. Дальше за Кецакэмбой побежали. Чуаня моментально останавливает Охайо. Желание пропало. У Чуаня идти дальше. Овергроус у нас от Фейта. Не привязал в итоге Кецакэмбой никого. Ну и скорее всего Муши здесь тоже потеряют Малайзийцы. 8-4. IG начинают давить. По голде 2.5. По экспириенсу Малайзия опять впереди. Как это возможно? Что не так с этой дотой? Бернинг у нас сильно проседает от Куху. Пошла погоня за ним. Куху скорее всего здесь убивают. Да, через тотем Шейкер не надо бить руками. Можно просто раскастовать тотем. Ну а здесь дополнительный демэдж и так зайдет. Разгон на Бернинг Охайо отменяет. Сложновато будет драться с Луной и Шейкером. Без присутствия Куху. Поэтому разгон как-нибудь в другой раз. IG 3000 по золоту. По экспириенсу тоже выходят в ноль. Странно. 9-4 выигрывают. И только-только по экспе выходят в ноль. Как это вообще возможно? Я до сих пор не могу понять. По лавелам. Феррари девятый. Девятый Кецакэмбай девятый Куху. Может быть сказалось то, что Тролль Варлорд фактически выфармливал наравне с мейнкерри в трипле. Да и линию оставили Троллю. Тролль нормально левел получал. Ну и левел получали в лесу игроки и команды Малайзии. Ухайо уже перемещается в собственный лес. Сложную линию отдает для Кецакэмбан. Мид лейн снесли. Пока что туда никто не суется и, наверное, правильно делает. Кси ждет своего звездного часа. Готовится выйти на Куху. Ну что, Кси видит Куху? По-моему, Куху Кси не видит. Релинаксис провязали. Разгон у нас на Кси от Охайо. Ну и все. Эхо слэм у нас от Кси. Забирают очень быстро Тролль Варлорда. Бернингу хватило одного Люсинбима и нескольких ударов с руки. В принципе, не страшно. Леон на лоу хп. Муша здесь, скорее всего, умирает. Феррари забирает третий фраг для себя подряд. Уже 3-0 идет Феррари. Дальше за Джонни. Джонни у нас. Врубил Супернову. Ну, Супернова очень быстро разбивается. Не проблема совершенно. Все-таки втроем были игроки команды АйДжи. И Кецакэмба опасности не представлял. 12 на 4. Мне кажется, АйДжи дают понять команде Малайзия, что как бы выше головы не прыгнешь. Секреты это хорошо, но АйДжи... Один из сильнейших коллективов в мире вообще. И не по мнению комьюнити, а по факту. По призовым местам, по местам на крупнейших турнирах, по своим трофеям. У АйДжи 6000 голды преимущество. И по экспириенсу, в принципе, они закончили. Это прозябание в минусах. Теперь вышли в 3000 плюс по опыту. У Хаи увидели. Фессура в него. Ну и, скорее всего, У Хаи отсюда не уйдет. Дождался здесь Феррари своего часа. Еще одна ульта от мидера команды АйДжи. Минус... Спирит Брейкер. У Хаи не дают разогнаться. Не дают реализовать своего персонажа. Его контрят нон-стоп. И Спирит Брейкер становится, мягко говоря, бесполезным. Все врывы, предполагаемые от О Хаи, заканчиваются ничем. Потому что он в основном... Чарджер Даркнесс юзает у нас, я так понимаю, чтобы подсейвить где-то своего тиммейта. Но к моменту, когда он даже половину пути не пробегает к своему тиммейту, тиммейт умирает. И врываться смысла уже никакого. Поэтому Спирит вроде палочка-выручалочки. Вроде палочки-выручалочки, которая никогда никуда не успевает. Такая себе, скорая помощь, которая на час позже приезжает. Давайте по артефактам пробежимся. 17-ая минута у нас идет. У Леона есть Транквил Буци. У ВР-ки есть Баклер. Неужели ВР-ка у нас идет в Мекку? Поставили мидлейн Кецакумбу на Виндрэнджер. Это не дэмэдж Виндрэнджер, это саппорт Виндрэнджер. Такой сэмми-керри. ВР-ка. Давным-давно вроде, я думаю, уже все поменялось. И ВР у нас выходит в жесточайший керри. С Мэлстромами, с даггерами, просто бей-бей-гей. Ку-ку, под Дезвордом. Вроде бы и отъедается от Кси, а вроде бы Кси фиолетово. Под Ливенг Армором. Плюс сумасшедший дэмэдж от Чуаня. Феррари здесь, Кси здесь. Ну, куда троллю? Просто не по шансам. 14-4. Мейн-керри команды Малайзия идет со счетом 1-4. У тролля Нетворс на карте под номером тоже 4. Столько четверок в одном... В один событийный момент. ВР-ка. 5-200 общий Нетворс. Кецик МБА вроде как Марку еще держит. На него основные надежды. Здесь Ухайо потерял уже свое лидерство. Сейчас отодвигается на шестое место. Слишком уверенно начали играть игроки команды IG, чтобы позволить у нас оффлейнеру Малазийцев, которые проигрывают в 3, да, 3,5 раза по фрагам, позволить своему Оиху оффлейнеру быть в топе по Нетворсу. На первое место выбирается Феррари. У Феррари 4-0 счет, 8000 Нетворс. На второе место отходит у нас Бернинг. У него 6700 на данный момент на руках. Ну и Бернинг тоже выходит в Мекку. Какая-то шуточная игра, что с одной стороны, что с другой. Хотя, если посмотреть на это совершенно под другим ракурсом, то понимаем, что кроме ВР-ки, Мекку в составе команды Малазия собрать некому. И не только по вообще амплуа героев, но и по золоту. Кто кроме ВР-ки может позволить себе собрать Мекку? Ну не тролль Варлордж будет ее приобретать. Вот здесь Мекка на Луне, это немножко странненько. Все-таки есть здесь неплохо фармящий Тренд Протектор, у которого деньги собираются. Тренд Протектор их тратит на Блинк Даггер. А Бернинг не идет совершенно в дэмэдж. Ну, видимо, верит, что все через скиллы решится. А на самом деле может и решиться все через скиллы. Айджи при таком закупе, при наличии Даггера на Фейте, при наличии Даггера на Шейкере, любой файт сейчас 5 в 5 выигрывает. Еще и Мекка есть на Бернинге, есть барабаны, сплэш огромный у Чуани, есть Дезвард, который поочередно бьет по каждому. Поэтому, если Айджи где-то 5 на 5 с малазийцами встретится, я думаю, что драка будет максимум 5 в 1, не в пользу команды Малайзия. А вообще, честно говоря, я думаю, что это 5-0 и гол-некст-гейм. Переформили, в общем-то, по всем фронтам. Керри переформили своих прямых оппонентов на 3 тысячи. Саппорты тоже в составе команды Айджи имеют, ну, очень много денег. Здесь саппорт... Саппорт Рэнд Протектор 4100 имеет. А саппорт Муша имеет 1800 или 2800 Джонни. И Чуань на Вичдоктере, который вообще по факту денег не должен был иметь, 3400 уже имеет. Малазийцы под смоками. Немножечко не туда, но мне кажется, вот сейчас они как раз туда идут. Потому что если бы они пришли сюда на триплу, даже на четырех героев команды Айджи, то были бы огромные проблемы. Атак на Бёрнинга пошел врыв. Бёрнинга подбрасывают с подкопа и моментально через Finger of Death Муша забирает Бёрнинга. Очень важный фраг для команды Айджи. Шейкер влетает на Куху. Overgrowth пошел от фейта. Куху забрали. Минус Муши. Двумя игроками уже ответили. Майнкерри за майнкерри. Еще и подарок в виде саппорта. По итогу файта 980 здесь Айджи заработали. За Лину тут тоже, в принципе, много денег должны были поднять малазийцы. Сейчас глянем. Графики, может, даже пойдут в сторону Малазии после этого файта. Не ручаюсь, конечно, за них, но, мне кажется, дорого стоил Бёрнинг. Выход на Охайо от Кси. Надо взять Charge of Darkness и бежать. Охайо у нас просто стоит на месте и поливает его Снайпер с километра. И Шрапнель здесь, и у Снайпера уже 13-й левел. Последний вообще уровень хедшотов качать. Снайпер будет, в принципе, на фул прокачан на данный момент. Ассасинейт не так важен. Феррари и без этого отлично себя чувствует. У него есть Mask of Madness, Face Boots, Сенжин Яша. И в Black King Bar, как я понимаю, выходит Снайпер, появляется уже Огр Клаб. Кецик Мба, который стоял мидлейн против Снайпера, бегает с несчастной Меккой, Face Boots'ами и Нул Талисманом. Ещё бы он проигрывает на 3000 своему прямому оппоненту. Тут вариантов немного вообще для пары. Феррари. В Кецик Мбу, здесь Overgrowth от Фейта, минус ещё один фраг для команды IG. И в Кецик на данный момент у Феррари Снайпер просто чудесно себя чувствует. 7-0-4 Феррари и умирать, по-моему, не собирается. Под сейф имеется Мека на Луне и Тренд Протектор с Ливинг Армором. Ну, куда тут умирать? Да и вообще в файтах не участвует Снайпер, по сути. Он просто стоит и отстреливает всех с километра. Наверное, так и должен работать Снайпер. Тут упущение команды Малайзия. Снайпер тот герой, против которого надо вести немного иную игру. Надо быть агрессивным, надо вклиниваться вообще в толпу игроков команды соперника, чтобы добраться до Снайпера. А если ты стоишь, убиваешь всех, а в это время Снайпер под Момом тебя расстреливает и всю твою команду, успеха вообще ждать не стоит. Тем более Снайпер, который переформил всех, ну, жесть насколько. Феррари 2 800 сейчас. Я даже не уверен, что ему БКБ на самом деле нужен в данной ситуации, потому что у Снайпера и так ситуация абсолютно сейвовая. ХП достаточное количество. Отхилл имеется за счет масков Мэднес. Сэнджин Яша есть. Скорость бега огромная. Скорость атаки тоже достаточно высокая. Возможно, Феррари надо пойти вообще в убер-дэмэдж какой-то. Ну, все-таки приобретает себе БКБ. Решил не умирать до конца игры, насколько я понимаю. Окей, это его право. 22 минута, в принципе, на дэмэдж можно пока и забить немножко. Кецы Кэмба. На себя агрит крипов, но команде IG Фиолетова. На это есть кому убивать. У Бернинга уже с руки 130. У Снайпера. У Снайпера 171 с руки. Даже больше Снайпера прилетает в Блэк Кинг Бар. И теперь Феррари рядом с Бернингом. С руки 203. Под чокнутой скоростью атаки Снайпера. Под Момом и с Яшей. Понимаете, что прощать здесь Феррари точно никого не будет. Ну что, смолк на смолк. Встретились. Драка на секрет-шопе. Пошли у нас каски от Чуани. Чуани отходит, ставит Дезвард. Охайо на лоу ХП. Кецы Кэмба на лоу ХП. Куху на лоу ХП отсюда валит. Сразу же выкупается у нас. ВР-ка. И выкупается здесь Спирит Брейкер. Зачем выкупились, непонятно. Файтится дальше некому. Куху Байбека не имеется. В итоге... В итоге 0 в 5 подрались. Игроки команды IG. Это то, о чем я говорил. IG, если буду драться 5 на 5 здесь, то шансов у команды Малайзия нет по сути вообще. 24-5 счет на данный момент. Рошан сейчас падает. Я думаю, что малазийцы уже сейчас напишут ГГ. Близко, наверное, как минимум морально в этом плане команда Малайзия к данному мулу. Ну, не пишут. Может быть, думают на характере. Я не думаю, что они верили, что они фавориты в данном матче. Да, все их полюбили. Все на них надеются. Но я так точно надеюсь на них в данной игре. И состав у них хороший. И все молодые, и интересные. И все вроде как должно получаться. Но, 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 опять же, нашла коса на камень. IG коллектив очень серьезный и очень высокой градации. И Кеца Кимбе как-то все меньше и меньше везет. Хотя здесь связал. Кси вместе с Чуанем. Сразу же под сейф пошел от фейта. В итоге Кси забрали. Феррари на лоу хп. Охайо вгрызается у нас Феррари. Каски полетели от Чуаня. Бэкэбэ юзает снайпер. Все это просто меняет драку в корне. Разворачивается снайпер. Начинает настреливать у нас по спиритбрейкеру. Ульта пошла в Охайо. Охайо развалился. Минус 2 уже делает команда IG. Дальше за Куху. Бернинг вместе со снайпером. Снайпера убивает у нас. Нет, ведь Доктор у нас убивает роль Варлорда. 3 в 2 подрались. Все это в пользу команды Малайзия. Потому что каждый из игроков команды IG сейчас очень ценен в файте. Если кто-то умирает, то это точно на руку малазийцам. 1700 они заработали по золоту и 4700 по экспириенсу. IG, которые слились вдвоем, но убили троих, заработали на 1000 голды меньше. Малайзия недорого сейчас стоит. Потому что имеют Малайзию на самом деле очень страшно. И всеми файтами руководит коллектив IG. И решают где и когда будут драться тоже они. Да и как будет протекать драка тоже в принципе Инвиктус Гейминг определяет. Появляется Блэкинг Бар для Бернинга. Бернинг выходит в дикий лейт. Если что-то пойдет не так для команды IG, то у Бернинга уже есть все базовые стандартные артефакты. А дальше просто собирайся в дэмэдж. Дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. Но и сейчас Бернинг себя неплохо чувствует. Дэмэджа вносит в файте достаточно большое количество. Если надо будет укрепляться и усиливать свою атаку с руки, то в чем проблема? Для Луны, у которой уже четвертый Лунар Блэйсинг и Мунглейв тоже четвертого левела. Бернингу просто сделать райт клик на одного из скрипов, а дальше пачки падают сами по себе. Поэтому у команды IG есть и план Б. У команды Малайзия план А даже развалился. Кет сэкомбана миди становится мягко говоря бесполезным. 1-4-1 счет на данный момент. Ну, по-моему, 1-5. Еще один килл. Холли щет для Феррари. Снайпер в составе команды IG имеет КДА 12-0-7. Феррари по золоту. Всех опережает по левелу. По-моему, вообще там отрыв страшный. 16-й левел у него, 15-й левел у Куху, 14-й у Кетсек МВ. Феррари обогнал всех, кого только можно было обогнать. 12 киллов, о чем, в общем, разговор у нас. Ловят и Джонни здесь. Джонни даже не успевает у нас раскастоваться. Не успевает поставить Супернову просто, чтобы хоть чуть-чуть надамажить. Ну, и смысла в Супернове не было. Убили бы и не спросили, как зовут. 29-7. Минус 2 в составе команды Малайзия. В это время падает нижняя сторона. 27 минут понадобилось команде IG, чтобы на хайграунд зайти. Еще и как зайти. Сразу сносят в сторону, без потерь для себя. Ульты у всех, кроме снайпера. У снайпера маны просто не хватает. Теперь у снайпера есть ульта. Внешних товаров нет. Куда хочешь, отправляйся. И IG просто-напросто отходят. Они решили идти по мидлейнгу. МКБ появляется для Феррари. Тролль Варлорд больше не страшен. Если тролль вгрызается в снайпера, снайпер делает 2 шага назад и решает все вопросы ружьем. Манки Кинг Бар промахов не будет. Дэмэджа тьма тьмущая. 250 с руки у Феррари. Скорость атаки высоченная. Рэндж космических масштабов. У Луны в это время 2000. Я думаю, что Бернингу пора задуматься. У Яши. Мэджик Вонт можно, я думаю, смело уже здесь продавать. В Бернингу. И приобретать себе Яшу. Дальше приобретать Манта Сайл. Дальше бабочку. Ну, все по классике. Все по фэншую. О чем вообще говорить? Появляется у Шейкера Шива. Кси с Шивой, с Даггером, с Хэнд оф Мидас, с Солринг. И 16-й левел для Шейкера. 6-4-12. Кси отыграл на ура просто. В данной ситуации нижний лайн отстоял практически без смертей. Умирал там редко и в таких ситуациях, когда иначе нельзя было. Закончить этот файт. Ну, и теперь Кси чуть ли не в соло вместе с... Ну, пускай с Тренд Протектором вместе издевается над командой Малайзия. Врыв от него и врыв от Шейкера. Врыв от Тренд Протектора и от Шейкера. Просто страшный сон команды Малайзии. Дальше Луна забегает. А дальше поливает всем этим сверху Феррари. Ну что, Кси. Эхо Слэм по двоим. Куху забрали. Джонни забрали. Дезвард по Охайо. Охайо здесь, скорее всего, развалится. Охайо разворачивается. Убивают Охайо. 4 в 0 дерется команда Айджи. Ну, самое время писать гудгейм. Так и есть. Охайо пишет ГГ. Дальше за ним Куху. Джонни. Гудгейм. Уэллплей. Айджи просто на классе. Переиграли своих оппонентов. Не дали возможности нафармить, что бы там ни было. По голде на 30-й минуте. 27 тысяч для Айджи. По экспириенсу 22 тысячи. Тоже. Инвиктус гейминг. Ну, одну если бы я игру смотрел команды Малайзии. Сказал бы, что кто это такие. Команда из низшего дивизиона. Как будто пришла с серьезными дядями играть. Но я видел малазийцев чуть больше, чем одну игру. Поэтому можно сказать, что не пошла игра. Проиграли пик. Проиграли расстановку по лайнам. Об этом смело теперь можно заявлять. Ну и реализация тоже где-то на троечку. Максимум 3 с плюсом. С Айджи ошибаться нельзя. Эта команда не простила Na'Vi в гранд-финале Интернешнала 2. Понятно, что и Малазийцев прощать она не будет. Все-таки на кону у нас немалые денежки. Да и авторитет есть авторитет. Его терять нельзя. Ну что, прощаемся с вами на несколько минут. У нас впереди вторая игра данного матча в формате Best of 3. Будем надеяться, что Малазийцы соберутся и дадут бой Invictus Gaming. Дадут бой чемпиону Интернешнала 2. А там уже на третьем матче пусть азиаты рубятся и решают, кто из них сильнее. Услышимся через 2-3 минуты. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»